Северная Африка богата на останки ранних представителей нашего вида, связанных с культурами среднего палеолита, а сопутствующие находки схожи с теми, которые были обнаружены и к югу от Сахары и считаются признаками когнитивной сложности. К ним относятся добыча и использование пигментов, а также изготовление украшений в виде бус из раковин, которые, как утверждается, связаны и с символическим поведением. К примеру, бусы из морских раковин, пещер Бломбас и Сибуду в Южной Африке удивительно похожи на те, которые были обнаружены на археологических участках Марокко, включая пещеры Эль-Мнасра, контрабандистов в Рафос, Тафаральд, Безумн и Инфри-Намар возрастом 82 000 лет и более, а также на стоянке Уэджибанна в Алжире. Однако другие признаки сложного поведения, такие как специализированные костяные инструменты в северной части Африки и среднего палеолита встречались реже. Более 60 лет назад первые такие инструменты были обнаружены в пещерах Эль-Мнасра и Дарес-Салтан-1 на территории Марокко. Но подробно изучать эти инструменты начали только в последние годы, когда появились новые находки, о чём и сообщают исследователи в научной статье от 3 октября 2018 года. В работе описывается находка, связанная с атерийской культурой в виде костяного ножа, обнаруженная в 2012 году. На участке археологических раскопок пещеры Дарес-Салтан-1, на побережье Атлантического океана в Марокко артефакт был извлечён из культурного слоя возрастом в девяносто тысяч лет, что было определено при помощи метода оптически стимулируемого люминесцентного датирования. Это делает находку старейшим специализированным костяным инструментом в Северной Африке. Типологические характеристики костяного инструмента предполагают сложную технологическую цепь при его изготовлении и возможном использовании в качестве ножа. Некоторые особенности новой находки были схожи с двумя другими костяными инструментами из пещеры Эль-Мнасра, а это предполагает, что представители атерийской культуры разработали независимую технологию изготовления инструментов, которые отличаются от обнаруженных в других частях Африки со времён среднего палеолита. Одним из показателей когнитивной сложности является производство инструментов комбинированными методами, включая выскабливание, шлифовку, проточку канавок и полировку. До описываемой находки самыми старыми в Африке считались костяные инструменты из Катанды, Демократическая Республика Конго, к югу от Сахары, возрастом примерно 90 тыс. лет. Хотя гарпуны из Катанды более тонко обработаны в отличие от артефактов из Марокко. Гарпуны из Катанды крепились на копья, чтобы охотиться на самов весом около 70 кг. Позже люди использовали подобные гарпуны для охоты на больших и быстрых морских млекопитающих. В других местах Южной Африки заострённые костяные орудия были найдены в слоях стилбейской индустрии и более поздних из пещер Бломбас и Сибуду возрастом от 72 до 84 тыс. лет. Более молодые костные инструменты были из бордерской или пограничной пещеры. Однако в отличие от более искусных инструментов из Сибуду и Катанги находки чуть моложе, были относительно простыми и ограничивались только острыми формами. А в Северной Африке помимо пещеры Дарес Салтан-1 ранее были описаны 11 артефактов из атерийских отложений соседней пещеры Эль-Мнасра. Костяные инструменты из двух пещер были сделаны из рёбер млекопитающих по схожей технологии и имеют близкие размеры. А характеристики износа рабочей поверхности указывают на возможное использование их для резки мягкого материала. Появление новых типов инструментов может быть связано с изменениями в структуре использования природных ресурсов людьми. Возраст около 90 тыс. лет соответствует увеличению доступности морских ресурсов, что могло подтолкнуть древних людей к изготовлению специализированных инструментов для решения новых задач. Дальнейшие археологические раскопки и экспериментальная археология должны установить, существует ли прямая связь между этими орудиями и эксплуатацией морских ресурсов. Однако несмотря на то, как использовались костные ножи из пещеры Эль-Мнасра и Дарес Салтан-1, они являются единственными археологическими находками периода атерийской культуры со схожими характеристиками и технологической цепочкой при изготовлении. Примечательное то, что эти инструменты при детальном рассмотрении отличаются от костяных инструментов среднего палеолита южнее Сахары и палеолитических участков Европы. Исследователи связывают появление новых технологий изготовления инструментов с артефактами, указывающими на развитие символического мышления в Северной Африке. Эти вопросы довольно интересны и важны для понимания эволюционных процессов, связанных с развитием сложного поведения и способностей у древних людей, особенно ближе к периоду их выхода из Африки, с последующим распространением по всей планете.